Какое-то время ты даже стримил на ГГ, я помню. Да, было дело, стримил. Здравствуй, меня зовут Миша. Привет. Мы пытаемся вот сайт развивать еще. Развивайте, куда я попал и что-то. Goodgame. Goodgame.ru. Мы занимаемся трансляциями. Мы занимаемся турнирами киберспортивными. А ты занимаешься, расскажи, чем ты занимаешься. Олдовыми играми, ролики на ютубе, консоли, чем? Я, да, я коллекционирую игровые консоли уже очень-очень много лет, больше 10 лет. И интересуюсь игровой историей и делаю ролики на эту тему, рассказывая о том, как развивались компании, консоли, игры. В основном, как ретро-игры, соответственно, рассказываю. Такой вопрос. Учитывая то, что появляются сейчас новые консоли, насколько сильна преемственность? То есть бывает такое, что выходит новая консоль, а в ней какие-то, может быть, не дизайнерские, а какие-то штуки просто из 20-летней давности? Ну да, конечно. Это как раз одна из самых интересных тем. Какие игры закладывали основы, основы жанров. Все это до сих пор происходит и как-то развивается. Какие жанры умерли уже, какие-то продолжают развиваться. Да, интересная тема. Ты какое-то время продолжал стримить, но в конце концов пришел к формату записи видео, насколько я понимаю, на Ютубе, если я правильно понимаю. Я стримлю на Ютубе. А, ты стримишь на Ютубе? Просто стримерская тема, она... Ну, то есть я не фулл-тайм стример, я не профессиональный стример. И для того, чтобы набирать аудиторию на стримах, обычно стримеры что делают? Попадают какие-то топы, чтобы люди с главной переходили на экстримы. Прекомендации, да? Да, не моя история, потому что я блогер, и мне единственный источник аудитории у меня – это мои видео. То есть я оттуда людей перегоняю. И из-за того, что блог на Ютубе, в основном на Ютубе есть. Ну и, соответственно, монетизация у тебя, главный образ... Прошу прощения, это какой-то странный звук. Ну, монетизация – это стандартная ютубовская, да? Как еще зарабатываешь? У меня, на самом деле, благодаря моей лояльной аудитории, тех, кто меня смотрит годами, сейчас, вот если говорить о заработке, большая часть как раз-таки идет от пожертвований различного вида. То есть, во-первых, Патреон для меня – это вот прям моя база сейчас. Благодаря ему я могу выпускать долгие, ну, в смысле, сложные ролики, которые я долго делаю. На главном моем канале, который называется Russian Git, ролики выходят иногда раз в два месяца, иногда раз в три месяца. То есть я могу себе позволить благодаря Патреону. Есть второй канал, который называется Pixel Devil Live, там я рассказываю про то, что мне интересно сегодня, про то, что можно снять быстро и рассказать о аудитории. Там, собственно, у меня рекламу покупают. Сотрудничаю с крупными компаниями, и, собственно, там тоже все хорошо. И вот о стримах у меня, вот, как вдобавок, больше пообщаться, на самом деле, на зрителям понять, чего они хотят, что у них в голове, какое направление мне выбирать. Я с тобой ранее не был знаком. Ты несколько уже подустал, ты размеренно так говоришь. Тебя выставка, может, вымотала, или это такой повествовательный, нарративный у тебя тип подачи информации? Скорее, такой тип подачи информации, потому что в роликах я говорю быстро, потому что я к ним подготовился, потому что я написал сценарий, я знаю, о чем говорить. Здесь мне сейчас нужно думать. У меня сейчас в середке в голове крутится. Это полезно. Я такой, о, надо как-то учиться говорить. Да, друзья, мы чатик тоже смотрим. Если у вас есть вопросы к Pixel Devil, я бы попросил тебя вспомнить те времена, когда ты более активно стримил именно на ГГ. Потому что я, к сожалению, натыкался на трансляцию, но активно не смотрел. Ты что-то помнишь о том этапе стриминга? Что тебе нравилось, что тебе не нравилось? У меня сложилось впечатление, что футгейм хорош тем, что там есть сложившаяся аудитория, которым нравится на этом сайте находиться, которым нравятся функции, которые есть на этом сайте. Они их активно используют и никуда уходить не хотят. И это прикольно. То есть я до того, как меня позвали постримить на футгейме, даже особо не предполагал, что такой ресурс есть, что там куча людей, и своя атмосфера. И вот это мне больше всего запомнилось. Это мне больше всего нравится. Но от стриминга ты именно отказался, ну почти полностью отказался. Нет, не почти полностью. Я понимаю, что это не основное твое направление. Это вот ты попробовал одно, попробовал другое. Это осознанный выбор, который ты принимал на протяжении, грубо говоря, 3-4-5 лет. В целом да. То, что я ушел с каких-то площадок, а я ушел отовсюду. Да, я понял. Это дело не в самих площадках, а дело именно в том, что я блогер. И вот здесь на Stream 200 я постоянно, когда я приглашаю, я постоянно говорю, ребята, у меня есть видео, и оттуда меня люди приходят смотреть. И никак иначе. Это интересный момент. Это интересный момент. Это вот именно пообщаться с аудиторией, а не... Но лимитировать это общение, правильно? Ну да. Вот мне кажется, что это самая большая разница получается. То есть ты гораздо больше, ну не то чтобы защищен, закрыт, я про то, что у тебя больше свободы, когда ты делаешь что-то сам, проживаешь, переживаешь, пишешь сценарии, смотришь, как это... Создаешь, грубо говоря, продукты, смотришь на реакцию. То есть ты не постоянно интерактивен, тебе нужно время для того, чтобы все обмозговать и сделать так, как ты хочешь. Это так. И помимо этого еще, ну, принцип создания видео это очень трудоемкая штука. Я думаю, гораздо более трудоемкая, чем стриминг. В стриминге подготовка, а все остальное импровизация. А тут прям все ты должен. У меня банально уже времени нет зрения прям каждый день. То есть я бы тогда видео не снимал. Ну да. Я не думал о том, чтобы можно как-то команду расширить, товарища взять на монтаж, звуковиков, кого-то еще. Я за эти 11 уже лет, которые занимаюсь, я попробовал все и пришел к мнению, что опять же не мое. У меня были монтажеры, у меня были помощники. Довольно узкая тема, которой я занимаюсь. И банально вот ты рассказываешь про какую-то ретро-игру, которой 30-35 лет. Ты написал сам сценарий, и ты уже на этапе написания сценария ты решил, что ты будешь показывать в этом месте. А человек, который монтирует, он не знает эту игру, он не знает, что ты имел в виду, это не его проблема, но он не знает этого. И если ты начнешь ему расписывать посекундно, какой момент, какой уровень, из какой игры нужно показать в этом месте, но ты просто вот это же время потратишь, которое ты сам надо смонтировать. Поэтому делаю все сам. Один? Да. В этом есть, соответственно, плюсы-минусы. Ну и расскажи о следующем выпуске или следующих выпусках, что готовится к производству, что... Ну или, например, отметь, пожалуйста, какое-то видео, с которого лучше начать знакомство с твоим каналом. Отвечу на оба вопроса. Начать лучше с знакомых вам консолей из детства, потому что ретро-игры, это часто ностальгия, это то, что то, во что мы играли в детстве, и кто-то играл в детстве в инди, кто-то в Себу Мегадрайз, кто-то начинал с первой PlayStation. Начните смотреть ролики на эти темы, и потом уже втянетесь и заинтересуетесь какими-то консолями, которых у нас в стране не было. А сейчас я готов как раз-таки очень большой выпуск, который выйдет в этом году, я надеюсь, осенью, про историю консолей PC Engine. Это консоль, которая выходила в Японии, известная в США, была как TurboGrafx-16, про нее в нашей стране очень мало слышали, но это как раз 16-битная консоль вот тех времен, когда была Sega Mega Drive и Super Nintendo, но в которой мы поиграть в нашей стране вообще никак не могли, и там огромная история, огромный такой пул консолей, которые я закупал до этого в год на себя, и буду делать, наверное, даже в нескольких частях этой истории. отлично. Ну и напоследок, переветы, пожелания, какие-нибудь, что-нибудь, кому-нибудь, открытый микропавк. Всем хорошего дня, смотрите стримы, хорошо проводите время, главное, не болейте в это, в это суровое время, здорово, что в онлайне, хоккейные свитера скидывают сейчас, хоккейные свитера, аналичные. Хорошо проводите время, здорово, что сейчас можно это делать онлайн, и посещать выставки хотя бы в виртуальном. Да. Большое спасибо, что пришел. Спасибо, что хотел познакомиться. Влече.